МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу безопасности. С вами Ольга Величко. И в ближайшие 10 минут самая актуальная информация о работе полиции и госавтоинспекции. Очередной автомобилист по собственной беспечности лишился личной машины. Полицейский автомобиль нашли, подозреваемого в угоне задержали. А еще вас ждут рубрики по факту и автозачет. И обо всем по порядку. Сотрудники госавтоинспекции в течение суток задержали подозреваемого в совершении угона. Сообщение о пропаже автомобиля Toyota Corso поступило в полицию от владельца иномарки. Выходившие на адрес сотрудники полиции выяснили, что мужчина оставил свой транспорт возле места работы, а спустя два часа не обнаружил его на парковке. К раскрытию угона подключились опытные госавтоинспекторы разыскного отделения. И в ходе оперативно-разыскной деятельности установили лицо, причастное к неправомерному завладению автомобилем, и задержали его. Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый житель города Якутска. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Инспекторы по делам несовершеннолетних с целью профилактики правонарушений в подростковой среде проводят операцию «Шанс». В рамках акции особое внимание уделяется тем, кто состоит на учете в полиции. Стражи порядка беседуют с детьми и их родителями на тему необходимости соблюдения закона и порядка. В ходе проведения профилактического мероприятия 16-го числа сотрудниками полиции были выявлены три факта нахождения несовершеннолетними в возрасте до 16 лет после 22 часов беззаконных представителей. В отношении несовершеннолетних и их законных представителей были собраны материалы проверки, направленные в административную комиссию для принятия решения по статье 1.4 закона Красноярского края. Также в ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции были выявлены четыре факта употребления несовершеннолетними алкогольной продукцией. А тем временем полицейские ведут постоянную борьбу с незаконной реализацией алкогольной продукции. О том, что спиртное нельзя продавать по ночам и вне стационарных объектов, знают все. И тем не менее, такие нарушения не редкость. За прошедшую неделю нами выявлено пять нарушений по статье 14.16.3 Кодекса об административных правонарушениях за торговлю в ночное время. Начальникам отдела наложено по трем административным протоколам три административных штрафа, два материала направлены в отношении предпринимателей в мировой суд. Напоминаю, что сумма штрафа у нас идет на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей за данное нарушение. В отношении юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции предостерегают предпринимателей, занимающихся реализацией алкоголя и от продажи спиртного несовершеннолетним. Здесь у нас предусмотрена ответственность как юридических лиц, как должностных, так и обыкновенных продавцов. Продавцу в случае выявления подобного нарушения грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Должностному лицу от 100 до 300 тысяч рублей. Юридическому лицу до 500 тысяч рублей. И о ситуации на дорогах города и района. Всего за неделю госавтоинспекторы выявили 555 нарушений правил дорожного движения. 25 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и привлечены за это к ответственности. На нарушение правил попались 13 пешеходов. В Каннске и Каннском районе зарегистрировано 40 автомобильных аварий, в результате которых один человек получил ранение и один погиб. Случилось происшествие с трагическим исходом 15 ноября в первом часу ночи на улице Горького. Не справившись с управлением, водитель автомобиля «Тойота Креста» допустил наезд на опору уличного стационарного освещения, установленную слева от проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате столкновения железобетонный столб упал на проезжую часть, придавив с собой автомобиль. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм водитель транспортного средства скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется в доследственных проверках в рамках Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. Далее автозачет сдают и вуканские автомобилисты прямо на городских улицах. Спонсор рубрики «Автомойка-соточка», расположенная по адресу. Улица Власть Совета в 2Г в районе автовокзала. Ответив правильно на экзаменационный вопрос, знатоки правил дорожного движения получают подарок от нашего партнера. Купон на бесплатную мойку своего транспортного средства. Сегодня автомобилистам предлагается ответить на вопрос с рисунком и, оценив ситуацию, определиться с направлениями движения. Первый водитель с этим несложным заданием не справился. Вы согласны пройти автотестирование? Ну, давайте попробуем. Допробуйте. В каких направлениях вам разрешено движение? Да, в любых. Эти-то точно разрешено, но здесь, я думаю, что разворот мне тоже разрешен. Ответ неправильный. Посмотрите на знак. Ну, знак, да. Знак-то я понимаю, что... Знак в подписании. Куда можно двигаться? Знак прямо направо. Развод здесь будет запрещен. Да, да. Ну, поставь себе двое. Останавливаем следующий автомобиль. В памяти этого водителя правила дорожного движения свежи. Мы получаем абсолютно правильный ответ. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение? Только А и Б. Почему? Потому что знак висит прямо направо. Знак вписания, правильно? Отсюда правильный ответ. Спасибо. Скажите, как зовут вас? Вячеслав Белуткин. Вячеслав, и вам достается подарок от нашей компании, автомойки соточка. Возможность бесплатного машинка. Пошли в пути. И еще раз напоминаем. Лишний раз повторить правила дорожного движения это совсем не бесполезно. Кто знает, может уже завтра вам встретятся наши экзаменаторы. И сдавать автозачет придется именно вам. Далее по факту. Мы рассматриваем сложные, спорные, повседневные ситуации, касающиеся любой из сторон права. Отвечает на вопросы жителей Каннска квалифицированный юрист Светлана Харчикова. А задавать вопросы можно по телефону службы новостей 2-35-65 в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте или написав письмо на электронную почту 5 канал Собака Майл.ру. Ответ обязательно прозвучит в программе безопасности. После дорожно-транспортного происшествия суд вынес решение, что виновник должен выплатить пострадавшей стороне 300 тысяч рублей. Виновник официально нигде не работает. Соответственно, долг не выплачивает. Что делать в такой ситуации и какие меры должны предпринять судебные приставы в отношении должника? В данном случае гражданин, который является взыскателем, имеет право ознакомиться с материалами исполнительного производства и сам оценить все совершенные действия приставам и, соответственно, заявить либо дополнительное ходатайство, то есть о наложении ареста на имущество, если таковое умеется у должника. А в свою очередь судебный пристав-исполнитель обязан принять все необходимые меры для погашения задолженности перед взыскателем. Вы вправе заявить ходатайство, если вам что-то известно о местонахождении, то есть имущество того или иного имущества должника, если вам известно о нахождении на его счетах как на банковских, так и на кредитных организациях, расчетных счетов, то есть если вам известно место работы должника и, соответственно, всю эту информацию вы вправе передать приставу для того, чтобы в дальнейшем он мог совершить определенные исполнительские действия. За правовой помощью и юридической консультацией к юристу Светлане Харчиковой вы можете обратиться и лично по телефону 8-905-970-5080. И это все на сегодня. Посмотреть этот выпуск программы безопасности еще раз вы можете на нашем официальном сайте 5канал.инфо в разделе проекты. С вами была Ольга Величко. Безопасности вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА